Перспективы развития физической культуры и спорта в регионе обсуждали 1 февраля в Конгресс-холле. Здесь под руководством зампредседателя правительства Омской области Татьяны Дерновой состоялось расширенное совещание с представителями спортивных федераций по 79 видам спорта. Первой темой обсуждения стала реализация майского указа президента России, основная цель которого – увеличение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55%. Для достижения поставленной цели федеральным проектом «Спорт. Норма жизни» предусмотрен комплекс мероприятий, в числе которых и мощная информационная кампания, и фестивальное движение с участием известных спортсменов, и создание системы индивидуальной мотивации граждан к регулярным занятиям физкультуры и спортом. Также собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия регионального Минспорта с федерациями, присвоение спортивных разрядов, включение мероприятий в календарный план и медицинское обслуживание соревнований. Руководители федерации смогли получить ответы на актуальные для видов спорта вопросы. Во-первых, мне понравилось то, что Минспорта заслужил слова благодарности в свой адрес. К сожалению, не так часто органы исполнительной власти, чиновники, ненавижу это слово, но тем не менее, объективно оцениваются. Почему-то принято чаще и вообще практически только ругать. При этом точно эти люди помогают разным структурам, вот в данном случае федерациям спорта, свою деятельность организовывать, большее количество вовлекать в свои виды спорта. Поэтому приятно было слышать слова благодарности в адрес чиновников. Это первое. Второе. Есть совершенно разумные предложения, которые небольшими усилиями могут коренным образом изменить ситуацию в лучшую сторону, чтобы, правда, большее количество и детей, и молодежи, и взрослых приходило в спорт, приходило в физкультуру. Выбранный нами формат, он позволяет иметь прямой диалог с представителями федерации, с руководителями федерации, обсуждать насущные вопросы организации и в принципе спортивной политики и в нашем регионе, и в стране в целом. Это площадка, которая позволяет какие-то рекомендации дать существующие, поделиться опытом федерации во взаимодействии с различными органами власти и с субъектами, другими субъектами нашей спортивной отрасли. Прямой диалог – это всегда положительный опыт. Формат, на самом деле, мне понравился. Были затронуты актуальные темы, которые действительно волнуют руководителей федерации. Была предоставлена возможность задать вопросы и вот такой живой диалог, когда на примере других федераций можно, скажем так, почерпнуть какой-то опыт, ну и для себя, безусловно, получить ту недостающую информацию, которая всегда есть. Поэтому я бы очень хотела, чтобы в таком формате продолжались встречи, продолжалось такое взаимодействие Министерства спорта с руководителями общественных федераций. В завершении встречи руководители и представители лучших федераций по итогам работы в 2018 году наградили благодарственными письмами губернатора, правительства, Законодательного собрания и Министерства спорта Омской области. Продолжение следует...